Всем большой привет! Меня зовут Ирина, и я рада приветствовать вас на своем канале о йоге. Сегодняшняя наша практика будет с акцентом на вытяжении боков. Мы с вами будем улучшать подвижность и экскурсию грудной клетки, увеличивать амплитуду дыхания и, значит, насыщать и себя, и малыша еще большим количеством кислорода. Мы с вами начинаем из положения сидя. Выбирайте удобное для себя положение тазом на полу. Если колени высоко, поясница округлилась, то тазом садимся на подушку, либо можно сесть тазом на пятки. Любое из положений, главное, чтобы спина оставалась прямая. Мы вытягиваемся макушкой вверх и делаем несколько вращений в плечах вверх, назад и вниз. Уже чувствуем движение лопаток по грудному отделу сзади, как лопатки скользят по ребрам. И с выдохом опускаем плечи вниз и прикрываем глаза. И уходим сейчас полностью вниманием на свое дыхание, стараясь его никак не поменять. Мы наблюдаем его, но при этом оставляем его естественным. Не стараемся дышать глубже. Наша задача отметить дыхание, его амплитуду и его глубину сейчас, чтобы потом после практики сравнить с тем, как изменится дыхание уже после. Мы дышим спокойно, ровно, мягко, но естественно. Скорее всего, дыхание будет не совсем глубоким. Замечаем его, естественный ритм, естественную глубину. И настраиваемся на практику. Мы делаем вдох и с выдохом открываем глаза. Мы с вами сделаем в качестве разминки небольшой модифицированный вариант Цурина Маскар. И начинаем мы с вами из положения на коленях. Если коленям уже больно, подложите под колени небольшое свернутое одеяло или можно свернуть коврик, подушечку, что удобно. Вытягиваемся с вами вверх и на вдохе поднимаем прямые руки вверх. С выдохом опускаем ладони под плечи кошка. На вдохе прогибаемся в кошке, взгляд уводим вверх в потолок. И на выдохе толкаем лопатки в потолок, округляем хорошо спину. На вдохе правой ногой делаем шаг вперед, поднимаем прямые руки вверх. И на выдохе опускаем таз еще ниже к полу, остаемся здесь в статике и дышим. Лопатки опущены вниз. Проверьте шейный отдел сзади, что затылок не упал к лопаткам и шея сзади осталась вытянутая. И дышим здесь уже глубоко. На протяжении всей практики мы стараемся дышать глубоко, замечать этот процесс и чувствовать, как на вдохе мы легкие наполняем максимально глубоко. Чувствуем вытяжение передней линии слева. Делаем вдох. И с выдохом опускаем ладони под плечи, правое колено назад, кошка. На вдохе сгибаем руки в локтях, уводя локти назад. Вариант шапюранги с колен. И на выдохе стопы на носки, таз в потолок, собака мордой вниз. И остаемся в статике здесь дышим. Сгибаем чуть ноги в коленях, так, чтобы выпрямилась спина. И если прямая спина позволяет опустить пятки, не изменив положение поясницы, опускаем пятки в пол, расслабляем полностью шею и дышим здесь, в собаке. Опускаем колени в пол, поднимаем корпус вверх, со вдохом руки вверх. И с выдохом на мосты перед крутью. И на вторую сторону вдох вверх. Выдох, ладони под плечи, кошка. Со вдохом прогибаемся, взгляд в потолок. На выдохе округляем спину, лопатки широко стикают по спине вправо-влево. На вдохе левой ногой шаг вперед, поднимаем корпус, руки вверх. И на выдохе опускаем таз чуть ниже в пол, вытягивая переднюю линию справа, держим. Проверяем положение лопаток, лопатки вниз от ушей. Стараемся выпрямить руки в локтях. Если вдруг вытяжение рук вверх как-то влияет на давление и вам некомфортно, опускаем руки вниз, всегда подстраиваем все под сегодняшнее самочувствие. Расслабляем мышцы лица, отпускаем нижнюю челюсть, дышим спокойно, но глубоко. Прикрываем глаза всегда, когда это нам комфортно. Делаем вдох и с выдохом опускаем ладони в пол, колено назад, кошка. На вдохе сгибаем руки в локтях, локти назад, грудная клетка в пол, четуранга, вдох. И с выдохом таз в потолок, собака мордой вниз, выдох, фиксируем. Плечи вращаем наружу, шея полностью расслаблена. Стараемся низом живота стремиться к бедрам, как будто пытаемся прогнуться в пояснице, потянуться седалищными костями вверх в потолок. Все пальцы ладоней плотно прижаты в пол и ладошки толкаются от пола. Мы удлиняем линию подмышек. Отлично опускаем колени в пол, поднимаем корпус вверх, вдох, руки в потолок. И выдох, руки в намасты перед грудью. Опускаем ладони под плечи кошка, проверяем, что пальцы широко расправлены. Мы выталкиваемся, не провисаем в пояснице, всегда живот чуть-чуть подтягиваем вверх. И делаем с вами круговые движения позвоночником вместе с дыханием. На вдохе уходим в прогиб и на выдохе округляем, хорошо расширяем спину. Вдох, прогибаемся и выдох, круглая широкая спина. Если комфортно, добавляем сюда движения и шейного отдела тоже. Если шею вдруг некомфортно, то шея остается всегда в нейтральном положении, макушкой тянемся вперед и работаем позвоночником без шейного отдела. И в другую сторону также течем. Вдох, прогиб, выдох, округляем спину. Отлично, остаемся в нейтральном положении, снова проверяем свою поясницу. Мы вытягиваем правую ногу назад и ставим правый носок, уводим его туда за левую стопу. Смотрим взглядом на свой правый носок, делаем вдох. И на выдохе согнутое правое колено подтягиваем к правому плечу, как будто хотим коленом докоснуться до своего правого уха. На вдохе снова тянемся правой ногой максимально влево, прям стараемся почувствовать вытяжение правого бока. Вдох и с выдохом хорошенько бок этот зажимаем. Выдох, вдох, выдох. И с выдохом колено к уху, к плечу держим. 5, 4, 3, 2, 1. Опускаем колено в пол и перешагиваем ладонями максимально влево, тянемся правой рукой вперед и влево, чтобы почувствовать вытяжение с правой стороны. Таз остается неподвижным, а вот корпусом мы сместились влево, чтобы хорошо вытянуть правую сторону после сжатия там напряжения. И возвращаемся в кошку. Меняем сторону. Левая нога назад на досок. И левая нога уходит максимально вправо. Делаем вдох. И с выдохом левое колено к левому плечу. Вдох, нога максимально вправо. Смотрим на стопу, вытягиваем левый бок. И с выдохом колено к уху. И с выдохом подтягиваем колено к плечу. Держим пять, четыре, три, два и один. Опускаем колено в пол, шагаем ладонями вправо. И левую руку вытягиваем вперед. И тянемся ею еще больше вправее, так, чтобы почувствовать вытяжение левого бока. Как будто у нас сейчас левая рука не из плеча растет, а из таза. И мы так подушечками пальцев тянемся вперед, что чувствуем, как вытяжение руки натягивает нам всю линию слева. Возвращаем ладони под плечи кошка, ставим стопы на носки, делаем вдох. И на выдохе таз поднимаем вверх, собака мордой вниз. Переминаемся здесь, опуская то правую пятку, то левую в пол. Сгибая то одно колено, то другое. Приятно вытягиваем задние поверхности бедер. И опускаем обе пятки вправо вместе с тазом. Наблюдаем здесь ощущения с левой стороны. Если бок уже сильно тянется, остаемся так. Если хотим чуть больше ощущений, то левой рукой тянемся еще больше вперед. Дышим здесь. Возвращаем пятки вверх, делаем вдох. И на выдохе пятки влево. Таз тоже опускается влево. И выбираем, либо остаемся так, либо правой рукой встаем на подушке пальцев и тянемся еще больше вперед, пока не почувствуем еще большее вытяжение правого бока. И вдохом мы этот правый бок максимально наполняем. Дышим глубоко. Дыханием чувствуем, как еще больше растягиваем все межреберные мышцы. И возвращаемся собака. Подшагиваем стопами ближе к рукам. Стопы могут быть даже шире, чем ширина таза. Всегда выбираем ту ширину, которая комфортна нашему животу. Мы сгибаем ноги в коленях, перекрещиваем предплечье и полностью повисаем вниз, покачиваясь корпусом слегка то вправо, то влево. И расплетаем замок рук с круглой спиной, позвонок за позвонком. Медленно поднимаемся вверх. Отлично. Делаем правой ногой широкий шаг вперед, левый шаг назад. Левый носок будет смотреть у нас чуть наружу. Раскрываем таз и корпус, разводим руки в стороны, делаем вдох. И на выдохе, начиная от таза, толкаем таз в сторону левой стопы назад, а корпусом тянемся вперед к правой ноге, опускаем правую ладонь себе на правую голень, левую руку поднимаем вверх. Удхита три канасана. Проверяем здесь положение нашего корпуса. Если верхний бок округлился, нижний зажался, значит нам нужно таз толкнуть в сторону задней ноги, пока оба бока не вытянутся равномерно и не станут параллельны друг к другу. Можно, если это не получается, поднять правую руку повыше. И в этом положении чем выше наш корпус, тем легче это сделать. Движение идет от таза. Дышим здесь. Чувствуем вытяжение задней поверхности правого бедра. И на вдохе поднимаемся вверх, разворачиваемся вдоль длинного края и разводим обе ноги в стороны, носки смотрят наружу, градусов примерно на 45. Мы на вдохе поднимаем прямые руки вверх, а на выдохе сгибаем ноги в коленях, следя, чтобы колени смотрели на носки, не были завалены внутрь. Расталкиваем колени в стороны, чувствуем приятное раскрытие тазобедренных, вытяжение приводящих мышц. И мы на вдохе правой рукой активно тянемся вверх, как будто что-то хотим достать с потолка, и на выдохе возвращаем лопатку вниз. На вдохе левой лопаткой тянемся вверх, удлиняемся от таза до кончика среднего пальца, и на выдох вниз. И продолжаем. Вдох, выдох, вдох, выдох. Вдох, выдох, вдох. И выдох, опускаем. И опускаем ладони себе на бедра, пальцы смотрят наружу. Мы делаем здесь вдох, и на выдохе правое плечо вниз, левое вверх, правой рукой толкаем правое колено в сторону. Неглубокая, небольшая, комфортная скрутка. Со вдохом возвращаемся в центр. Выдох, левое плечо вниз, правое вверх. И продолжаем в динамике. Вдох, и выдох. Вдох, и выдох. Стараемся продышать хорошо свои легкие, дышать глубоко, всегда вниманием отслеживать этот процесс. Делаем вдох. С выдохом правое плечо вниз, левое вверх. Держим здесь статику. Чувствуем и здесь вытяжение. И поясницы, и правого бока совершенно какие-то новые ощущения могут быть. В области грудной клетки, ребер, все их замечаем. Со вдохом в центр. И с выдохом левое плечо вниз, правое вверх, скрутка вправо. Толкаем правую лопатку назад, левую вперед и вниз. Вдох, в центр. И выдох, поднимаемся. Левый носок будет смотреть теперь влево, а правый носок чуть-чуть наружу, градусов на 30. Раскрываем таз и корпус, разводим руки в стороны, делаем вдох. И на выдохе, начиная от таза, толкаем таз в сторону задней ноги, а корпусом и левой рукой тянемся вперед, опускаем ладонь на голень, правая рука вверх, утхито-триканас. Проверяем бок. Если он округлился, прям можно рукой потрогать и на нижние ребра капельку надавить себе и почувствовать, какое движение нужно сделать тазом, чтобы нижние ребра утопились ниже и оба бока были вытянуты равномерно. Толкаем таз в сторону задней стопы. не ложимся полностью рукой на свою левую голень. Мы в любой момент можем руку оторвать. Вдох и с выдохом правая рука вниз, левую ногу сгибаем и аккуратно опускаемся в кошку. Из кошки мы таз кладем влево на коврик, садимся и левое предплечье кладем параллельно к короткому краю коврика. Вытягиваем вперед правую ногу и, толкаясь левым предплечьем от пола, поднимаем таз вверх, а правую руку вытягиваем в потолок. Мы включаем наш нижний левый бок, упрощенный вариант боковой васяш-штрассы на левом предплечье. Либо остаемся так, кто хочет чуть усложнить, правую ногу до параллели с полом держим. Хорошо вытолкаемся предплечьем от пола. Опускаем аккуратно ногу, опускаем таз и поднимаемся вверх, оставляя голень на полу, а правую ногу в вытянутую сторону. На вдохе левая рука в потолок и на выдохе наклон вправо мы вытягиваем тот самый левый бок, который только что напрягали и включали. Смотрим на свою левую руку, что она не мягко висит, а мы ею тянемся. Она у нас сегодня растет из таза, и мы с помощью рук вытягиваем наши бока. Чувствуем прям, как от подвздошной косточки линия вытяжения заканчивается на кончике среднего пальца левой руки. Отлично. Вдох вверх. И с выдохом меняем сторону. Садимся тазом вправо, правое предплечье в пол параллельно короткому краю коврика, левую ногу выпрямляем вперед и правым предплечем толкаемся, поднимаем таз выше. Наше плечо над правым локтем, левую руку вытягиваем вверх, делаем вдох и пробуем либо поднять ногу на параллельно с полом, либо остаться так и дышим. Отлично. Опускаемся. Таз вниз. Встаем вверх на правую голень, левую ногу вытягиваем в сторону. Со вдохом правая рука вверх в потолок и с выдохом наклон влево. Взглядом смотрим из-под правого плеча в потолок, проверяем положение лопатки. Лопатка над лопаткой. Правая лопатка не убежала назад и не убежала вперед, закрыв нам грудной отдел. Мы прям по невидимой стене сползли вниз, остались в одной плоскости и дышим здесь. Замечаем процесс дыхания, его глубину, стараясь дышать спокойно и глубоко. Отлично. Вдох вверх. И с выдохом таз опускаем вниз, садимся и выпрямляем правую ногу так же в сторону, как и левая. Вариант тупавиштаканасаны. И у каждого он будет свой. Мы здесь смотрим, выпрямляется ли здесь спина. Вот представьте, что сзади вас стена и можете ли вы прижаться тазом, лопатками и затылком к этой стене. Если поясница округлилась назад и прижата к невидимой стене только поясница, значит мы сгибаем ноги настолько, пока таз не наклонится вперед и поясница не уйдет в свой естественный прогиб. И будем работать в таком положении ног. Либо можно сесть тазом на подушку, в таком положении спина тоже выпрямится. Если с прямыми ногами все получилось, тогда носки натягиваем на себя. Поднимаем на вдохе правую руку вверх и на выдохе наклоняемся к левой ноге. Со вдохом поднимаем левую руку вверх и с выдохом наклон к правой ноге. И несколько раз еще в динамике. Вдох и выдох. Вдох. Хорошо вытягиваемся. Наполняемся, раскрываемся. И выдох вытягиваем. С выдохом остаемся в наклоне к левой ноге. Вытягиваем правый бок. Не теряем естественный прогиб в пояснице. Расслабляем мышцы лица. И стараемся процесс дыхания максимально удлинить. Дышим тоненьким-тоненьким потоком воздуха, чтобы делать длинные вдохи, длинные выдохи. И замечаем, как меняются ощущения с правой стороны на вдохе и выдохе. На вдохе как будто только правая легкая, левая зажалась и как будто дышим только в правую часть грудной клетки. Наполняется, растягивается мы его полностью. Вытягиваем здесь. И с выдохом чувствуем, как эти ощущения спадают. Отлично. Вдох вверх, левая рука в потолок. И выдох, наклон вправо. И дышим здесь, прикрываем глаза. Все, внимание внутри. Вдох в центр. И с выдохом левая рука вниз, аккуратно помогая себе руками, собираем ноги вместе. И садимся снова в удобное положение со скрещенными ногами или тазом на пятки. Можно сесть в то же положение, с которого мы начинали. Мы делаем вдох. И с выдохом прикрываем глаза. И сейчас снова процесс дыхания отпускаем из-под своего контроля. Мы больше не решаем, как дышать. Теперь решает, как дышать наше тело. И мы стараемся понаблюдать этот процесс снова, как делали это сначала. Стало ли дыхание глубже? Чувствуем ли мы большее пространство в грудном отделе? Пространство внутри нашего тела? Мы благодарим себя за эту практику, независимо от того, какие бы ощущения сейчас ни были. Чувствуем ли мы разницу или не чувствуем? Все именно так, как должно быть. Благодарим себя за эту практику. Благодарим себя за то пространство, что создали внутри. Делаем поглубже вдох. И с выдохом открываем глаза. Мы закончили наше занятие. Я надеюсь, вы почувствовали разницу. Делитесь в комментариях своими ощущениями. До встречи в новых видео. И пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин